День Российской Почты, отмечаемый в стране во второе воскресенье июля, стал профессиональным праздником для более чем 400 жителей области. Сотрудников регионального управления Федеральной почтовой связи поздравили представители правительства и законодательного собрания ЕАО Мэрии Биробиджана, регионального исполкома Единой России Федерации профсоюзов. Видеопоздравление прозвучало от руководителя Почты России. Со словами «Благодарность работникам организации» обратилась депутат законодательного собрания ЕАО Елизавета Славина. Я очень рада, что нас связывают теплые взаимоотношения. Сегодня с большим удовольствием от лица всего парламента, от председателя законодательного собрания Романа Степановича Бойко, я хочу поздравить вас с этим замечательным праздником, с вашим профессиональным праздником. Все, что сегодня говорили, я бы сказала одним словом, что ваша основная функция – это объединение людей, объединение людей не только по всей нашей огромной стране, но и между другими странами. Елизавета Славина вручила награды парламента, в том числе благодарности ряду сотрудников Почты России. Отличившиеся работники получили награды губернатора автономии Ростислава Гольштейна. Все выступающие отметили особую роль службы в социальной сфере региона. Со стороны может показаться, что работа сотрудников Почты достаточно проста. Ну, казалось бы, что сложного в том, чтобы доставить почту, телеграмму или посылку. А если посмотреть немножко глубже, то мы увидим, что вместе с телеграммами, посылками и письмами мы приносим людям в дом кому-то радость, кому-то надежду, а кому-то, к сожалению, сопереживание и сострадание. Поэтому без преувеличения могу сказать, что это очень тяжелый, ответственный и великий труд. Почтальон, почтовик – это не работа, это призвание. Сотрудники службы отмечают, что условия работы существенно изменились. В последнее время идет активное внедрение цифровых технологий и дистанционных сервисов. Все основные услуги, включая и электронные, сегодня доступны жителям даже самых удаленных населенных пунктов. Но по-прежнему главным мерилом качества работы остаются своевременность, доставки, корреспонденции и ответственность почтовиков. Ольга Киселева, Кирилл Богаченко, Новости 21.